Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Реальные события, курьезные случаи, театр абсурда. Все это каждую неделю показывает наша книга жалобы. Я Антон Александров. Здравствуйте. Качели старый, двор заросший. Экскурсию по детским развлечениям проводят жители Абдирова 52. Дело в том, что во дворе пришла в упадок игровая зона. Советские горки проржавели, лавочки уже разломаны, а качели разобраны на части. Вот песочница наша, смотрите. Если это назвать, конечно, песочницей. Игровая зона может быть опасной, считают местные жители. Здесь запросто можно споткнуться или напороться на металлические штыри. Детвору, как правило, и притягивают подобные элементы. Разваливающаяся кирпичная конструкция – еще один источник опасности. Хотя подобных сооружений здесь несколько. Для чего они нужны – непонятно. Только что укромный уголок приспособили для туалета – уже явно понятно. Вот здесь у нас какие-то руины непонятно образовались. Посмотрите. Никто не знает, что это такое и зачем оно нужно. Асфальт потрескался, ямы появились. За состояние дорожного покрытия переживают жители улицы Балкантау. Дело в том, что здесь повадились ездить большегрузные машины. Дорожное покрытие на такую нагрузку не рассчитано, поэтому и появились пучины. В итоге асфальт рассыпается на глазах, а предотвратить это местные жители не могут. Звонки по инстанциям результата не дают. Вот и решили люди рассказать о своей проблеме во всеуслышании. Главная цель – это сохранить асфальтное покрытие на улице Балкантау. Ездят сорокатонники, груженные, весь асфальт в хлам поломали. Прям выдавили все, продавили. Строили одно, ломали другое. Так можно охарактеризовать ситуацию на аллее возле флагштока Штуной Говостоки. Здесь коммунальщики зимой копали траншеи, говорят местные жители. В итоге привычные тропинки для прогулок оказались разбитыми. Местами прокопаны траншеи, в которые запросто можно случайно угодить. Да и гулять теперь здесь надо с осторожностью. Повсюду глина и ухабистый ландшафт. Вот и просят местные жители восстановить аллею, чтобы по вечерам здесь можно было прогуливаться, не боясь получить травму. Вот куча мусора, земли. Дорожку все разобрали, сломали, раскопали. От этих колодцев идет вон вокруг. Неприятный запах. Мусор скапливается быстрее, чем его успевают вывозить. Об этом сообщают жители Алиханова 26-2. Дело в том, что в округе много многоэтажек и магазинов. А эта контейнерная площадка очень удобно расположена. В итоге весь мусор сбрасывают сюда по пути на работу или домой. Хотя и магазины с округи регулярно снабжают своими отходами, говорят местные жители. В итоге баки заполняются быстро, а все, что не уместилось, лежит рядом и становится легкой добычей для ветра или бездомных животных. Бьются за чистоту и жители 13-го микрорайона. Там возле 25-го, 26-го, 29-го и 30-го домов разрастается свалка крупногабаритного мусора. Хотя и бытового в траве навалом. Дело в том, что у контейнерной площадки отсутствует ограждение. В итоге ветром все, что полегче, разносится по прилегающей территории. Усугубляет ситуацию старая мебель и прочий ненужный хлам. Его вокруг контейнерной площадки предостаточно. Вот и просят местные жители наладить регулярный вывоз отходов, чтобы все это не скапливалось здесь месяцами и прилегающая к дому территория не выглядела, как мусорный полигон. Сначала возили, потом вообще не перестали вывозить этот мусор весь. И он повсюду получается. Обещания были, изменений не было. Жители улицы Степной просили установить урны на остановке Охотская. Необходимы они, чтобы ожидающий автобус выбрасывали мусор не на землю, а в бак. Только вот за месяц никаких изменений не произошло. Хотя, проблему эту чиновники обещали решить с помощью подрядной организации. Место для установки урны до сих пор пустую, жалуются местные жители. Вот такая картина у нас каждый день на остановке. Сегодня еще разбили бутылки. В итоге прилегающая территория захламлена. Людям просто некуда выбрасывать мусор. Рассказывали мы также и про сухие деревья, что украшают прилегающую к остановке территорию. Благо там есть дупло. Его уже приспособили для складирования мусора. Осталось только теперь дождаться, когда все это загниет и дерево рухнет на прохожих. Пешеходная тропинка в непосредственной близости. А теперь расскажу о плановых отключениях электроэнергии. В эту среду, 26 июля, компания Караганды Жарык будет проводить работы на сетях. Именно поэтому днем будут обесточены отдельные строения на улице Университетской, Чецкой, Камали-Дюсимбекова, Каретной, а также в трех многоэтажках второго квартала Майкудука. Адреса домов, которых коснутся отключения электроэнергии, сейчас представлены на ваших экранах. У нас осталось немного времени и посвятим его истории из нашего прошлого выпуска. Тогда жители 25-го дома в 16-м микрорайоне Майкудука переживали за состояние территории, прилегающей к дому. Дело в том, что возле контейнерной площадки копился крупногабаритный мусор. Старые деревянные конструкции, строительные отходы и спиленные ветки. Все это в жаркую погоду могло запросто вспыхнуть от непотушенной сигареты. Теперь же переживать не стоит. Ситуация разрешилась. Крупногабаритный мусор вывезли. Все, что копилось несколько месяцев, на глазах у прохожих убрали. Теперь возле дома чисто. Главное сохранить всю эту красоту как можно дольше. И на этом время нашей программы «Стекло». Если вы готовы поведать о своих коммунальных наблюдениях, то смело фотографируйте их или снимайте на видео. И все это с описанием отправляйте в нашу редакцию посредством WhatsApp-сообщений или в Telegram на номер 8700-150-5061. Все собранные материалы публикуются раз в неделю во вторник. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok